Все хотят, чтобы кто-то изменил мир. Они ставили лайки, писали комментарии в интернете и то в рамках действующего законодательства. То есть они предложили некий договор. С одной стороны, они сказали, мы не препятствуем развитию. Если вы развиваетесь, занимаетесь, пожалуйста, проблем нет. Но с другой стороны, основная масса, все равно им это будет неинтересно. Они все равно будут жить под нашим контролем и все остальное. Прошу, друзья, кто там будет нам на интенсив приходить, приходите те, кому это надо. Не те, кого нужно уговаривать, упрашивать. На это уже больше времени нет. Помогать нужно тем, кто хочет. Ну, только вы желание, там, запрос. Ему можно помочь. Добрый день, дорогие наши зрители, слушатели канала Перехват Управления. У нас на связи Алан Мамиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Перехват Управления. Алан, давайте сегодня расширим наш кругозор. У наших зрителей, слушателей. И поговорим, для чего мы вообще здесь родились. Для чего мы пришли на эту землю. Ведь у каждого есть какая-то цель определенная. И если он ее не достиг, то это очень нехорошо, наверное, будет сказываться на его последующей эволюции, скажем так. Знаешь, когда вот я для себя искал ответ на этот вопрос, мне пришла очень простая формировка. Цель жизни вообще это развитие. Понимаешь, развитие сознания в нашем случае, да, развитие биологических форм разных. Вот на планете все развивается, да, растения, они там превращаются в другие формы, животные эволюционируют. Все течет, все меняется. И все должно развиваться. Когда это развитие останавливается, особенно там касательно человека, то все дело превращается в деградацию, понимаешь. И будущее будет именно за теми, кто найдет эти пути развития дальнейшие. Потому что нынешняя цивилизация взяла за основу, ну, западное, по крайней мере, развитие технологий. Они не хотят развивать человека, они хотят развивать технологии. Почему? Потому что человек, включивший свои, так называемые, внутренние ресурсы, он становится уже таким плохим рабом, плохим потребителем и вообще таким слабоуправляемым гражданином, да, персонажем даже, можно сказать. Вот, соответственно, развитие людей убирают, а развитие технологий как бы вот нарастает. Но это придет к одной большой проблеме, развитие технологий. Когда технологии слишком сильно увеличатся, а человек останется, даже не буду говорить, деградирует, останется такой же, как он и был, да, то эти технологии рано или поздно поймут, что человеку больше не нужно на этой планете. И все эти футуристические фильмы про будущее, да, типа «Терминатор», они все станут реальностью, или «Матрица», да, это все станет реальностью. Но виноват в этом кто? Виноват в этом не технологии, виноват в этом человеке, который остановился в своем развитии. Мне бы эту хотелось мысль донести до наших подписчиков, друзья мои. Понимаешь, синхронно должно быть развитие. Будут те люди, которые развиваются и будут развиваться, и будут находиться на достаточно высоком уровне. Ну, надо нам что-то, Виктория, чтобы это было мейнстримом, понимаешь? Критическая масса, соответствующая система образования, соответствующая культура, соответствующие, как сказать, вот стандарты задают нам социальный инженеринг, да, социальный инженеринг, да, вот это тоже общество потребления, там, погоня, там, за внешними проявлениями красоты, и все это индустрия целая, да, они все направлены на то, чтобы человека, его внимание, увести не на развитие его сознания, да, там, какой-то духовности, энергетики или еще чего-то, а на вот какие-то трансформации, связанные с физическим его телом, с аватаром, да, там, такие губы, такие жопы, такое еще что-то, там, прилепить, прилепить, и на это весь акцент внимания идет. Понимаешь, ну, это же не развитие, это же деградация, то есть ложное развитие дается. Мы должны говорить именно о развитии человека, как о совершенствовании его сознания, да, как высшее проявление сознания на этой планете, по крайней мере, из известных, это развитие его энергетики, соответственно, и вот этой его духовной части, и все это в комплексе, современные технологии позволяют делать, понимаешь. Вот что обидно, если там раньше это было достоянием только эзотерически каких-то оккультных, или там закрытых, там, орденских структур, то сейчас это все есть в свободном доступе, да, но люди не хотят им заниматься, вот мы много раз об этом с тобой говорили, но еще раз бы хотелось бы призвать наших подписчиков. Вопрос сейчас стоит ребро в наше время. Алан, может быть, такая вот идея, как из трехмерности многомерность, может быть, вот этот вот многомерный мир, когда людям объяснишь, что мир не такой плоский, как они думают, не только физически. Ты понимаешь, что многомерность – это же восприятие, это же восприятие реальности с помощью вашего сознания. Если у вас мозг одноклеточный, да, там, в этом одну волну воспринимайте наши реальности, да, там, 105 FM слушайте только вот радио под названием «Наша реальность», и не умеете там крутить эту ручку, простые метафоры привожу. То есть не управлять своим сценарием настолько, чтобы воспринимать другие аспекты реальности, которые недоступны вам в привычном случае, да. То, соответственно, это чья проблема? Многомерность существует всегда и здесь, и была, и есть. Она не где-то там, наверное, на Луне существует, понимаете, она здесь есть. Вот русская игрушка-матрешка, она же про это. То есть самое маленькое там – это вот физическое наше тело, и дальше, дальше, дальше эти энергетические тела начинают вскрываться. Вот они и есть многомерность, понимаете? Каждое вскрытие определенного слоя этого энергетики – бац, 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 еще одно какое-то пространственное измерение делает тебе доступным. Времени там, ну, по-другому восприятие меняется. Очень сильно меняется, понимаешь? Но это индивидуальный труд. Нет таблеток, нет волшебных палочек в этой истории. Это труд. И вот этот труд – это и есть цена, то есть которую человек платит за то, чтобы расширить свои способности эти. Заплатить нужно своим намерением, временем, и вот энергией, естественно, жизни, да? Которую на это тратишь. Не будет таблеток просветления. Одновременно в одном и том же обществе будут люди жить, которые развивают себе эти качества, и одновременно будут жить, как бы, те, кому это не надо. Это же нам в новой матрице показали. Есть люди, а есть боты. Там же диалог же шел между главным героем и главным отрицательным героем. Архитектор матрицы и нам Нео с этой Тринити. Он говорит, ну, это же боты. Это же боты, говорит, не трогайте наших ботов. Делайте, что хотите в этой матрице, мы вообще ничего не против. Хоть летайте, хоть, не знаю, радугу делайте, но без разницы. И это же они философскую программу заложили, понимаете? Такие фильмы закладывают программы определенные. То есть они приложили некий договор. С одной стороны, они сказали, мы не препятствуем развитию. Если вы развиваетесь, занимайтесь, пожалуйста, проблем нет. Но с другой стороны, типа, вот основная масса все равно им это будет неинтересно. Они все равно будут жить под нашим контролем и все остальное. Понимаешь? То есть нам дали эту свободу воли. Пожалуйста, занимайтесь. Но мы же понимаем с тобой, что вот эти вот боты, они не нужны природе. И природа, она способна в любой момент уничтожить. Как болезнями, так и всякими катастрофами. Конечно. К этому все идет. Сейчас мы начнем эту тему развивать, как бы нашу мысль. То нас потом могут обвинить их в нехороших вещах. Но это есть, наверное, эволюция. Потому что эволюция физического тела, ну, как бы она, наверное, эволюционировала на максимум. Теперь эволюция сознания должна идти, понимаете? Эволюция духовная. Соответственно, человек, который не хочет эволюционировать своим сознанием, духовно не хочет эволюционировать, соответственно, он отвалится из процесса эволюции. Потому что все, что касается товарно-материального производства, на себя забирают машины, друзья. Уже это видно везде. Машины заберут всю эту сферу производства. Товаров, народного потребления, там, не знаю, войны и всего остального, чего раньше требовалось от человека. Это все будет делать машины. А что будет делать человек в этой истории? А человек должен развивать то, что не может развить себе машина. Эту духовную составляющую, составляющую с сознанием связанную, с энергетикой человеческой, понимаете? И тогда это будет синхронное, равномерное развитие. И технологическое, и духовное, понимаете? Одновременно будет идти. Если перекос пойдет в эту сторону материальную, да, техническую, то вот фильм «Терминатор» смотрим дальше. Алан, а если перекос в другую сторону? Если мы научимся сознанием управлять уже какими-то техническими штучками? Я думаю, такая, ну, мне же странно, и сны часто снятся, знаешь. И, короче, у меня сон такой был. И там порталы в пространстве делают. Вот что сейчас антроний коллайдер пытается сделать, это способ, ну, поиска, возможность открывать проходы в эти параллельные миры, да, то есть мультиселенная, как бы, основная сейчас такая научная парадигма, потому что вселенных много, есть между ними проходы, и ищут их. И, соответственно, будут технические возможности со временем открывать эти проходы, но и будут ментальные возможности, грубо говоря, в человеке эти возможности заложены. Но проблема будет заключаться, и у той, и у другой техники будут свои плюсы и свои минусы. У технической, говорит, смотри, какой будет плюс, точно будет доступно всем. Но это работает как лифт. То есть с пункта в пункт Б, все, точка входа и выхода жестко регламентирована. А у такого ментального, да, когда человек сам может открывать, у него не будет этих ограничений, но там, говорит, будет другой нюанс. То есть ты несешь полностью ответственность за то, что ты куда-то что-то открываешь, ты можешь попасть не только, кто ты хочешь, да, там куча нюансов есть. Плюс это требует от человека, как бы, этому делу научиться. А это уже будут годы практики уходить. Я видел там вот тут молодежь, которая училась, и просто обыватели, которые техническими средствами пользовались. То есть ты все равно параллельно развиваться, понимаешь? Ментальный там способ взаимодействия с реальностью, и технически тоже техногерный. Почему? Потому что полезно, видишь, мы компьютер с нашими подписчиками общаемся. Я тут на днях тоже подумала, что мы столько времени тратим на дорогу, особенно здесь, в Москве, на переезды. И вот так вот мысленно оказаться в точке, это насколько бы мы сохранились, сократили вот эту трату времени. Это вообще открытый вопрос, когда вот эти будут, ну, если предположим, теоретически, да, научный мир обсуждает, откроют вход в эти мультивселенные, но это же не будет вход, например, из Москвы, там, из Бутова-Бирюлева, да, это будет другие какие-то, другое что-то, нечто, да? Это интересная вообще вещь будет. Неужели молодежь нельзя этим заинтересовать? Слушай, ну, наверное, можно, но проблема с молодежью заключается в другом, они же себя пока сама реализовывают, как сказать, ну, это же мейнстрим, понимаешь? Про это задавались бы тренды, если бы фильмы снимали не про бандитов, там, уголовников, ментов, пьяниц, наркоманов, там, или еще кого-то, а снимали бы про каких-то, там, не знаю, людей, которые занимаются духовностью, то есть другие тренды задали, другую моду бы задали, соответственно, бы сознание молодежи повернулось бы в другую сторону. Они же, внимание, сознание молодежи повернули в определенные, на определенные стереотипы поведения, деструктивные. Понимаешь? Криминал, убийство, менты, либо бандиты, алкоголь, наркомания, что у нас в телевизоре показывают? Фильмы про что у нас? Вот про это, основная масса, да, там, 90% этих фильмов. Соответственно, они получают программу поведения, так себя ведут соответствующим образом. Ну, должна быть другая культура, которая будет другие стандарты задавать. Почему мы такие, да? Потому что я же, когда это понял, ну, мы смотрели другие фильмы, понимаешь? Мы смотрели эту советскую фантастику, да, там, про эту алицу в стране чудес, которая путешествует, вот, гости из будущего. А сейчас, знаешь, что зазлился? Они ремейк на нее снимают. Они снимают, сейчас ремейк выходит на гости из будущего, а ремейк на электроника выходит. Ты понимаешь? Не могут свое ничего придумать, вот переснимают советскую классику. Уверены, что будет гораздо хуже, пошлее, гламурнее. Как бы, ну, души там точно уже не будет. Ну, также нам показывают эту красивую жизнь, там, олигархов, как они живут. И вся вот эта вот молодежь, которая находится, да, даже и не только молодежь, в регионах вся стремится в Москву, думает, что здесь шоколадом все намазано. Сюда приезжают, и вот что происходит. То есть они же специально... Высасывают энергию, конечно. Они создали структуру, которая высасывает человека энергию. Она его встраивает в эту, как винтик, как муравья в муравейник. Не хочешь быть муравьем в муравейнике, он тебя в муравейник выкинет, да? Москва всегда не верит. Про что? Про это. Пришел, встроился, как все другие муравьи, и там уже ползать дальше. И она тебя, как бы, выкачивает с тебя, дает тебе взамен какие-то возможности. Она тебя выкачивает. Тяжело вот заниматься серьезными энергетическими практиками, даже где-нибудь в Москве, в спальном районе. Очень тяжело. Там нет силы. Структура сама такая. Как соты. Эти дома огромные. Бесконечные. Природа нет. Мест сил нет. Природа дает силы. Природа дает силы. Но я думаю, что человек, он способен на гораздо большее, поэтому и даже в этих муравейниках можно заниматься и нужно это делать. Согласен. Можно. Не нужно. И вот фильм «Начал» мы с тобой тоже обсуждали. Вот ты сказал, что везде стрелялки, и там тоже. Вроде бы такая идея заложена просто шикарная, интересная, захватывающая. Но опять только стрелялки, только убийства. И куда ни ткни в их фильмы, везде вот это убийство идет. Везде стреляют. Везде бегают. Ну да. Все про это. Сериалы про бандитов. Просто так набрать кредитов. Это же Ленинград хорошую песню спел по этому поводу. Что любит наш народ. Давай поговорим все-таки о страхе. Ведь самым препятствующим таким моментом, вот даже я сталкиваюсь даже с военными, с мужчинами. Вроде бы как они хотят изменить мир и так далее. Но боятся? Боятся всего абсолютно. Как вот мы можем им? Они хотят, чтобы кто-то его изменил. Потому что страх – это очень опасен. Понимаешь? Они хотят, чтобы кто-то его изменил. Все хотят, чтобы кто-то изменил мир. Они ставили лайки, писали комментарии в интернете. И то там в рамках действующего законодательства. Никто не хочет себя класть на алтарь. Нового мира. Ну вот эту историю с героичностью, это же история про героев и героизм. Понимаешь? Это же герои должны быть. Люди, которые откладут себя в жертву чему-то, какой-то идее высокой. Вот сделано все так через культурную среду, что детям в голову идея героизма не должна приходить. Понимаешь? Не должна. Не должно быть героизма. Потому что обыватели героизм – это прямо противоположные сущности две. Обыватели героизм – это прямо противоположные вещи. Поэтому, как сказать, желаний много, а действий будет мало. Поэтому я считаю, что человек должен себя менять. Понимаешь? Спастись самой тысячи, говорит, вокруг тебя спасутся. Все эти разговоры про социальные перевороты, революции на сегодняшний день – ну я не знаю. Для них нужна теория. Нужны структуры большие, которые могут этот проект вытащить на себе. Многие вспоминают Ленина, но у Ленина было 30 тысяч большевиков на момент уже Первой мировой войны. 30 тысяч уже было. Людей, которые до этого были проверены все. Где они были проверены? В лагерях, в тюрьмах, в ссылках. Одина ссылка, вторая. И на третьей уже ты становился каким-то приближенным членом партии. Большевиком, понимаете? А никто же не хочет этот путь проходить. Тогда время было другое. Я понимаю, за кого ты сейчас говоришь, господа офицеры нынешние. Но вот результат истории с Вагнером многое тоже показал. Я говорю даже о тех, кто действительно что-то делает, создают там что-то, стремятся куда-то. Но страх их останавливает. То есть давайте аккуратнее. Вот это вот не надо. Вот это вот останавливает. Ты понимаешь, чего они боятся? Чем герой отличается от негероя? У героя нет страха смерти. Нет страха смерти. У него есть идея. Он ей горит. Он герой. Защитить родину, семью, еще кого-то. Он герой. Идея какая-то может быть абстрактная, религиозная. И эта идея для него дороже, чем его жизнь. В тот момент, когда она становится дороже ему, чем его жизнь, он становится героем. Внутри себя. Он перешагнул страх смерти. Таких сейчас очень много на СВО. И поэтому стараются очень, чтобы они не возвращались домой. Понимаешь, в большом количестве. Потому что человек, перешагнувший страх смерти один раз, и второй раз, и третий раз, он уже меняется на очень глубинном уровне. Понимаешь? А те военные, которые как бы боятся смерти, это именно военные. А те, которые перешагнули, это уже воины. Вот военных много, а воинов мало. Понимаешь? А нам воины нужны. А у нас только военные. Широкими лампасами, поуже лампасами, это военные. Они говорят, да, все, тут осторожнее, не дай бог там. Не дай бог. Лишь бы ничего не случилось. Лишь бы до пяти досидеть, там, над бабки в зарплате получить, ипотеку закрыть, и все остальное. Это военные. Это такая работа. Как маршрутчик, там, я не знаю, как, не знаю, грузчик, как, не знаю, инженер. Это работа такая. Человек работает. В армии работает. А есть воины. Это они перешагнули страх смерти. Понимаешь? Ну, такой маршрут должен проделать каждый человек в своей жизни. Вот в чем проблема. Каждый человек должен осознать, что смерть – это иллюзия. Но должен это не со слов чьих-то узнать, моих или твоих, а осознать это. То есть пережить. Каким-то образом. Способы есть разные. Неужели люди не видят, к чему вообще все стремится? Ведь мир стоит действительно на грани. На грани вот этой атомной последней войны. Да. Одни не видят, другие делают вид, что не видят. Понимаешь? Одни, говорят, спящие, другие притворяются спящими. Очень много же тех, кто притворяются спящими. Это же так удобнее и комфортнее. А в облах ядерной войны, ну, хотят закрыть проект. Определенные проекты закрыть. В том числе и на Ближнем Востоке, и в России. Сбросить в Архайку основную часть мира. Сделать индустриально развитые маленькие кластеры. Не знаю, в Северной Америке, может, в Австралии еще где-то. В Британии, где они там их выбрали. А все остальное надо унасекомить. Технологии уничтожить. Чтобы в одном месте развивалось. Да, и те, кто с разными технологиями. Это же Атлантический проект. Атлантида была высокоразвитая технологическая цивилизация. А все остальные цивилизации, или какие-то народы жили в то время. Они держали на очень низком уровне. И они поэтому считались для них богами. Боги там, египетские, еще какие-то шумерские разные. Ну, это по-разному. Атлантика. Ну, смысл в чем заключается? Что были люди, которые были как боги. За счет чего они были как боги? За счет технологий каких-то и знаний. Потому что я сейчас читаю эту шумерскую даже цивилизацию. Да, вот боги прилетали, им варили специальное пиво. Они очень любили жареное мясо. Понимаешь? Боги, которые любили жареное мясо, любили пиво. Очень похоже на моих земляков. Они тоже любят пиво и жареное мясо. Ну, понимаешь? Это боги прилетали. И там рецепты описаны. Какое им пиво надо варить, с каких этих. Они же, как люди, научили пшеницу и ячмень делать для того, чтобы они могли для них специальное блюдо готовить, которое они любят. Вот эти вот анунаки. Ну, там описано. Интересно. Я даже никогда об этом не задумывался. Ты знаешь, что у многих зерновых культур доминанта идет содержание меди. А человеку нужно железо в еде. Потому что у нас кровь красная. А если бы у нас была кровь синяя, на медиа основана, то мы бы хотели с большим удовольствием кушать его хлеб, например. Он бы был нам гораздо полезнее. Потому что нам большое содержание менее. Представляешь? И, соответственно, эти культуры привнесены были сюда. Кукуруза, рис, пшеница. Интересный тоже момент такой. Понимаешь? Ну, когда говорят, когда мы падали сюда, на землю, да, с высших миров, то мы стали увлекаться сначала запахом. Нам понравился, о, какой вкусный запах. Потом вкусом. И так далее, и так далее. Ну, и вот мы видим то, что мы видим. Ну, погрязли, конечно. Ну, тут же история циклично движется. Понимаешь, мы же не первая цивилизация. Я думаю, что не последняя. Говорят, пятая. Они каким-то образом сами себя уничтожают постоянно. Доходят до какого-то предела, который не могут потом перешагнуть. Понимаешь? Такую-то в следующую ступень эволюции выйти. Когда в следующую ступень эволюции не может выйти цивилизация, это что начинается? Остановка развития. Остановка развития живых существ. И все, и тогда их убирают. Почему? Потому что Вселенная вся заинтересована в развитии, бесконечном потоке новой информации, новых данных каких-то, да, нового небывалого творчества какого-то. Почему говорят, что человек сотворен по образу и подобию, соответственно, он должен быть творцом, пусть на своем маленьком уровне. А когда он не творит ничего, да, не дает мир новое небывалое, то он тут как балласт. И он живет только за счет того, что кто-то вместо него творит, понимаешь? Создает еще какую-то критическую массу, чего-то нового. Когда-то критическая масса источается, исчезает, например, да, то вот эти цивилизации исчезают. Все, они дошли до своего потолка какого-то, я не знаю. И их убирают. Ну, а какой смысл? Бесконечное их потребление. Бессмысленно. Поэтому, друзья мои, саморазвивайтесь, понимаете? Сейчас я понимаю, что это слово многим набило оскомину, но это единственный эволюционный путь для человека, понимаете? Единственный. Это развивать свое сознание, свою энергию, научиться с этим работать и взаимодействовать. При этом никто не говорит, что нужно быть социопатом, да, таким духовным социопатом. Это тоже неправильно, другая крайность. Но нужно познать свои способности, вложенные в природой и Вселенной. Вот социопатом точно не надо быть, потому что мы видим, именно они приводят весь мир вот к этому ужасу и страху, который сейчас… Ну, я же духовенство вижу, как оно слетает туда. Я же слежу за многими, да, вот как они настолько просветленные, там, уйти от людей, еще как-то магитируют там куда-то, чего-то там. Ну, это же социопатия чистой воды. Типа мир нас не достоин, мы пошли вот куда-то. Но ваша задача, ребята, коль вы в себе включаете свет, значит, включить его еще в ком-то, а не сидеть там в джунглях, я не знаю, в лесу или в пещере где-то. Времена тебе прошли немножко, поэтому надо к людям идти, понимаете? Свет нужен для людей, а не для джунглей. Все правильно, это технологии старые были, когда ты сам развивался и вроде как чего-то достигал. А сейчас надо именно вокруг себя сделать землю красивой. Потому что одна кокетическая масса этого, да, критическая масса важна. Потому что мы не исчезли, как те предыдущие цивилизации, исчезли мы должны перейти на следующую ступень своей эволюции, как цивилизация. А это значит, это следующий виток развития. Критическая масса людей должна захотеть быть другими и что-то для этого делать, и становиться другими. Туда они за собой вытащат всех остальных. Либо вот сценарий прежних пяти цивилизаций, как ты говоришь, лишь только четыре было. Ну там по-разному. Но были разные. Алан, ну вот каждый же человек достигает какой-то своей ступеньки. Одной, потом второй, третий. И таким способом происходит развитие. Когда ты уже понял, что что-то меняется вокруг тебя, что-то происходит в лучшую сторону, то тебе интересно дальше идти. Оно всегда идет как ступенчато вот так. Понял, осознал. Потому что на этой ступеньке ты понимаешь, что все, что ты знал на предыдущей, уже каким-то странным тебе кажется. Потому что у тебя изменилось сознание, восприятие тех вещей, которые ты делал до этого. Люди исчезают. Работа меняется. Отношения меняются. Все меняется. Потому что человек, когда переходит на другую ступень, он другой человек. И у этого другого человека начинается другая жизнь заворачиваться. Очень многие, я же провожу эти все обучающие программы, они не хотят этих изменений. Когда они видят, что начинает мир изменяться, они пытаются вернуть себя в прежнее состояние. Бояк. Бояк. Страх, конечно. Там чистый страх. Это тоже чисто страх. Ничего больше нету. Там только страх. Страх. Сидеть в этом своем болоте, поднять и пакать. Вот единственное желание. А кто-то, наоборот, идет и дальше, двигается и двигается. И понимает, что это лестница в небо, она бесконечная. Каждый раз на этой новой ступени, я думаю, что все уже, ну вот потолок. Нет, бац. И ты понимаешь, что дальше еще есть, дальше, дальше, дальше. Ты все свои силы тратишь на то, чтобы залезть в эту ступеньку. Ты там обессилен, лежишь, потихоньку себя собираешь, начинаешь по-новой перенастраивать. Потом собираешься силами, что-то, что-то. Понимаешь, куда нужно двигаться. Бац. Ну, если раньше такие скачки у меня проходили каждые три года, потом стали каждые шесть месяцев, а сейчас где-то каждые три месяца происходит. Можно даже чаще. То есть, радикальная смена всего идет. Понимаете? То есть, когда вы на этот путь становитесь, вы должны это осознавать тоже, друзья мои. Поэтому, если захотите им заниматься по-настоящему, вы это должны понимать. Меняться все будет постоянно. Ваше окружение, дела, работа, друзья будут исчезать. Почему? Потому что они остались там, а вы уже другой. И вам с ними уже не по пути. Им с вами не интересно, вам с ними не интересно. Так идет путь. Умение тоже не держаться за мир, не держаться за это все старое. Это тоже, знаете, тоже вызов. Тоже нужно принять уметь. Без этого никак. Алан, по-любому люди будут притягивать к себе других людей. Других, более интересных людей. С кем ты на одной волне? Ты на эту другую ступеньку залез, а там уже другие люди. Чем быстрее ты от... Вот каждый в поле может держать определенное количество людей. Не знаю, там 50, 100. Психологи говорят, супер-купер-умные люди, 30 человек могут. Ну, кого не по именам хотя бы помнят. Это внимание ваше столько людей способно удержать. Соответственно, новый человек, если у вас 300 уже есть. Вы же не можете там новые 50, куда они попадут? Нету пустых ячеек в вашем пространстве. Соответственно, вот кто-то уходит, кто-то взамен их приходит. И вот это умение не держаться за старое и принимать новое, это вот и есть уже часть практики. Ну, это происходит само собой. На самом деле, очень даже плавно, гармонично. Да, Виктория, а тебе первый раз тоже гармонично происходило или травматично? Нет, абсолютно. А я прям держался зубами за старое описание мира. Мне не хотелось, мне комфортно было. Сейчас жизнь еще более комфортной стала? Сейчас-то да. Но это я понимаю сейчас, оглядываясь назад. А тогда, глядя в неизвестность, я этого не знал, что так будет. И поэтому, когда от тебя люди начинают отворачиваться, уходят куда-то из твоей жизни, ты думаешь, что что-то не так с тобой. Проблема в тебе. Ты пытаешься вернуться назад. Ты понимаешь, что назад уже не можешь вернуться, просто потому что ты не хочешь там быть. И ты говоришь, пойдем тебе в другое место, там тоже, знаете, интересно. Они не хотят меняться. А ты не хочешь возвращаться опять, деградировать туда возвращаться. И все. И это борьба. Тяни и толкает. Туда-сюда, туда-сюда. Потом в какой-то момент ты все это отпускаешь ситуацию. Будь что будет. Тогда начинает разворачиваться та матрица уже новых событий. Понимаешь? У меня, я говорю, три года уходило на это. Тяжело было очень. Сейчас быстрее. Потому что я не держусь. Наоборот, с удовольствием в это все иду. Вот. Но в эти моменты нужно принимать решение именно сердцем. Это хорошо женщине сказать легко. Виктория, понимаешь? Когда ты мужчине скажешь, прими что-нибудь сердцем или почувствуешь что-нибудь. Посмотришь на его глаза, понимаешь, удивленный. Потому что у него такая рецептор у него этот не работает. Для него, для того, чтобы научить ему чувствовать, человеку, мужчине, это уходит годы практик. Чтобы ты просто понимала. Женщина это быстро. Она бац и чувствует. А мужчина нифига. Это работать надо. Они не понимают очень много лет, что такое чувствовать. Что такое эмоциональный интеллект. Они не понимают этого. Но я думаю, что мужчина понимает, что такое любовь. Точно так же, как и женщина. Как? Они понимают, что любовь либо секс, либо забота. Секс это, который находится в первой чахре. Забота это, которая находится в материальном срезе. Понимаешь? То есть, что имеется под словом любовь? Ты вот начни разбирать пока. Как ты хорошо? Ты спроси такого мужчину, как ты ее проявляешь? И он тебе начнет перечислять. Я ей шубу покупаю, я ей цветы дарю. То есть, материальные какие-то аспекты перечислять. Когда он жить не может без нее? Ну, тоже надо разбирать, а почему он без нее жить не может? Ну, почему? Что происходит? Панические атаки, созависимость. Что там такое? Почему жить не может? Понимаешь? Тут же тоже много вопросов. Понимаешь? Потому что любовь, это же такая энергия, которая, она, она когда настоящая, она безусловная. Понимаешь? В этом ее главный признак-то. Это просто энергия, которая из тебя течет и заполняет все вокруг. Она через тебя транслируется в мир. И в этом случае тебе все равно, к кому ее испытывать. Она просто идет из тебя. Ну, это энергия, как вода идет из тебя, льется и льется. Вот к котам, к собакам, к деревьям, к людям, там еще кому-то. Ко всей Вселенной. У кого, какая мощность ее. Это настоящее. А когда начинается вот этот мальчик-девочка, это, ну, чаще всего это бывает что-то другое. Это не про это. Понимаешь? Поэтому человек должен понимать, с детства нужно учить, как работают энергетические центры, как с этими чакрами взаимодействовать, как устроены энергетические тела, как с сознанием самое главное своим научить управлять. Понимаешь? Вот. Я думаю, надеюсь, что рано или поздно это станет частью нашей школьной системы образования. Потому что это главное. А мне кажется, самое главное ребенка научить, ну, во-первых, думать о звездах, да, посмотреть, что есть там другие миры. И, а также на нашу землю посмотреть, насколько красивая природа, насколько ее придумали уже красиво, она создана такой красивой. И что мы делаем с ней? И вот ни в коем случае есть... Просто сознание говори, что это взрастить человеке такую осознанность, понимаешь? Мозг настолько, чтобы он на звезды смотрел, а не в тик-ток там или куда-нибудь еще. Это же мышление, нужно определенное выстроить в человеке. Как его выстроить? С помощью специальной системы образования и воспитания. Это же нетривиальная задача. И вот то общество, которое сможет эти алгоритмы выстроить и в массовом масштабе их преподнести, то, собственно говоря, и в будущем и будет самым таким, передовым. Потому что технологии сознания выходят на первую ступень в области развития человека. Технологии развития машин, понятно, там все, куда это все движется, и мы примерно уже понимаем, куда идет. А где границы технологии развития сознания? Где там те границы? Они же постоянно расширяются. Мы же не знаем. Каждый вот такой духовный искатель понимает, что он залез на самую высокую гору, вдруг осознает, что высокая гора всего лишь песчинка, и он стоит перед другой еще более высокой горой. Понимаешь, это процесс бесконечный. Вот в чем прелесть этой истории. Поэтому, друзья, приходите к нам на интенсив, мы вас всех приглашаем, послушайте, я там буду подробно про это говорить. Будет интересно. Потому что надо этим заниматься. Каждому. А стратегия в чем? Что ты будешь детям рассказывать, чем ты их будешь сердца поджигать? Развитие. А какое развитие? И вот дальше через запятую это нужно разбирать, понимаешь? Потому что все говорят, как хорошо, плохо сейчас, как там еще хуже было раньше. А развитие в чем? Где путь вперед в будущее? Это же развитие. Нам предлагают другие сценарии будущего. Будущее, как прошлое. Монархия, халифаты, разные варианты, те, что уже были в прошлом. Римские империи, новые повторившиеся в цикле. Орду, опять же, еще раз, понимаешь? Это все старые схемы. Они все мыслят старыми схемами, но в них нет развития. Цивилизация упирается в какой-то интеллектуальный тупик и начинает, как с этими фильмами. Для меня же фильм это показатель. Вы зачем снимать эту гостью из будущего? У нас что, мало написано фантастики тем же Киром Баучевым? Ну возьмите другую его произведение, возьмите Стругацких произведений, какие-то другие, не знаю, Ефремова моего любимого возьмите. Ну много же фантастики написано, что советская, что российская нынешняя. Зачем вы это делаете? Потому что они не могут придумать ничего. Даже взяв текст, не могут придумать. Понимаете? Потому что в тексте же слова написаны. Эти слова нужно превратить в образы, в характеры, в героев, в костюмы какие-то придумать. Они не могут придумать, понимаешь? А сейчас двух кучерявых мальчиков опять снимут электроника. Ну это же бред просто. Это же такая, это роспись своей творческой импотенции. Просто глухая творческая импотенция. И считают, что это признак патриотизма. А это остановка развития. Вот это маркеры остановки развития. Самые страшные, самые вот такие серьезные. Не то, что там, не знаю, у дои упали, на дои я не знаю кто. Прошу, друзья, кто там будет нам на интенсив приходить, приходите те, кому это надо. Не те, кого нужно уговаривать, упрашивать. Я для себя решение принял уже, даже вот в эфире себе делал там на своем канале и говорил, вот на это уже больше времени нет. Помогать нужно тем, кто хочет. Вот у кого есть желание, там запрос, ему можно помочь. А вот уговаривать там чувака, который сидит в гамбургере, жует, понимаешь, слушает какие-то наши ставовые ролики, ну никакого желания нет. Но точно так же с этой творческой интеллигенцией. Понимаешь, как говорят, научить нельзя, научиться можно. Если бы запрос был бы, пожалуйста, конечно можно. Но у них запросы нет на это. У них есть запросы на зарабатывание бабок. Почему творческая импотенция? Почему? Потому что в творчестве дельцы, не творцы, а дельцы. Делец не может придумывать, он барыга, его задача деньги разворовать как можно больше и как можно меньше на это снять. Ну что-нибудь такое сделать, чтобы на этом больше заработать. Понимаешь, они не творцы, не дельцы. А должны быть творцы. Вот. А творцом нужно научиться быть. И в своей жизни, и в своей профессии, и вообще везде. Создавать что? Новое, небывалое. А для этого нужно свое сознание включать, а для этого энергия нужна. И пошло через запятую, приходите к нам на интенсив. Будет интересно. До встречи. 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 до встречи.